привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра и сегодня у нас видео нового формата видео из серии что вижу то пою вы еще и поете скажите вы да друзья я еще и пою пою с самого детства но сегодня не об этом сегодня мы возьмем несколько случайных видео из моей коллекции видео в google фото и я вам расскажу истории с продолжениями многие свои видео которые уже вышли на канале я заканчиваю обещанием обещанием рассказать что же будет потом и обязательно показать но так получается что в рамках отдельно взятых видео когда я рассказываю о конкретном растении или о конкретной теме показать какие-то еще другие орхидеи не представляется возможным и вот в этом видео я собрала все все результаты о которых обещала рассказать в других видео в тех видео которые выходили на канале в течение этих четырех месяцев получится ли это сделать у меня все в рамках одного видео я конечно же не знаю но мы попробуем мы начнем говорить о том что я вижу каждый день я друзья каждый день вижу эту красоту и хочу чтобы вы любовались ею вместе со мной ведь многие из вас пишут в комментариях что ваши растения пока не цветут а только готовятся цветению у меня же друзья красоты полон дом и я хочу хочу показывать вам ее чаще итак друзья начнем начнем с анаконда а с ней то что спросите вы друзья над анаконда я проводила исследование я хотела удлинить ее цветонос дело в том что первые цветоносы она формировала крайне короткие которые только выходили за пределы листвы и меня это не устраивало я хотела длинный цветонос анаконды чтобы он выступал вперед чтобы его можно было видеть далеко от стеллажа и чтобы он красовался всеми своими красками и всеми своими ароматами удалось ли мне этого достичь получилось ли у меня это сделать да друзья получилось и новый цветонос анаконды вырос длинным гораздо длиннее чем любой из предыдущих вы посмотрите вот этот новый цветонос и у него два открывшиеся цветка еще один не раскрывшийся бутон и вот посмотрите какой короткий цветонос был прежде растение все эти месяцы прекрасно развивалась отрастила два новых листа и растит маленький третий у него всегда были цветы на цветоносах при этом он развивал новый цветонос если вам интересно узнать подробнее о развитии этого растения пишите в комментариях я буду о нем рассказывать в отдельном видео если же вам интересно прежняя история развития этого растения по нему уже есть отдельное видео ссылку на него я оставлю в первом комментарии под этим видео а вот друзья перед нами уже новый фрагмент из моих видео в google фото и это летнее цветение фаленопсиса нарбоны какое же летнее спросите вы ведь уже осень да друзья сейчас уже осень на это растение начала зацветать еще летом и на этих уникальных кадрах вы можете наблюдать двойное цветение этого растения как двойное да так друзья цветет цветут два растения одновременно детка на цветоносе и ее родительница два цветения в одном кадре такое редко можно увидеть у детки с цветением огромный прогресс если в прошлом видео которое вы видели на канале на этом растении был лишь один цветок на первом в ее жизни цветоносе то сейчас на втором цветоносе уже три цветка тройной прогресс если детка цветет всего на три цветка то родительница цветет на десять цветов вот такое пышное и шикарное цветение двух растений на 13 цветов на маленьком растении которое до сих пор расположено на цветоносе взрослого всего три маленьких листочка но уже огромная масса корней которая перестает помещаться вот в этот прозрачный стаканчик друзья скорее всего после отцветания этого растения и я их разделю то есть я отделю детку от материнского растения я хочу чтобы она уже развивалась в новом субстрате в новой посадке ведь корни этого растения уже приучены к субстрату то есть все это время они находились во мху и адаптированы к влажному содержанию именно об этом методе наращивания корневой системы у молодых растений которые выросли на цветоносах родителей я рассказывала в отдельное видео видео есть на канале и вот тогда когда я рассказывала об этом методе и я приводила пример приводила пример на только что обрезанных цветоносах другого растения для наглядности и тогда я разрезала стаканчик определяла его вокруг этого цветоноса и закрепляла и даже укладывала туда мох и когда я соорудила всю эту конструкцию я подумала почему бы так не оставить а вдруг что-то получится а если этот мог увлажнить и если так оставить но тогда это были лишь мечты и вот только тогда когда я прочитала ваши комментарии под этим видео что вы готовы следить за ходом этого эксперимента этого исследования я подумала продолжать я подумала что я закреплю по-настоящему эту конструкцию какой-нибудь резиночкой и буду периодически увлажнять этот мох и буду смотреть что же из этого получится и друзья сегодня мы посмотрим что получилось а получилось вот что а что это получилось я не знаю друзья но это что-то явно есть может быть этот цветонос может быть это детка пока еще совершенно не ясно я ставлю на цветонос если вы думаете по-другому напишите в комментариях но однозначно ведь результат есть почка то пробудилась и что-то явно получится я снова заглубляю это что-то в мох и думаю что процесс будет идти нет давайте еще раз посмотрим на что же это может быть ну что ну на что вы ставите я думаю все таки цветонос мне кажется что в моих условиях детки на цветоносах не нарождаются и мне кажется что это все таки будет новое цветение вы уже видели цветение этого растения но я вам не скажу каким цветом она цветет но это очень красиво и это очень солнечно кто догадался напишите пожалуйста в комментариях что я делала с этим цветоносом и с этим хом кроме того что я увлажняла друзья ничего не делала вот просто цветонос просто влажный мох даже алоэ не использовала хотя уже задним числом подумала а почему же я не сделала это а вдруг бы алоэ простимулировал появление детки или еще что-то вдруг оказала бы какое-то благотворное влияние на это растение но нет друзья признаюсь алоэ не использовала и вообще не использовала ничего солнце воздух и вода влажный мох и цветонос и вот такой результат если кому-то интересно за какой период времени все это случилось и произошло найдите видео которое называется детка на цветоносе орхидеи и посмотрите всю историю этого процесса ну вот а теперь друзья у нас новый герой еще одного из видео размещенных на канале это растение с цветоносом из точки роста у него удивительнейшая история три раза подряд это растение процветала цветоносом из точки роста то есть вместо прежней розетки с цветоносом из точки роста возникала еще одна та тоже образовав три листа процветала цветоносом из точки роста и так по кругу несколько лет и вот в этом году я сделала видео об этом растении и я назвала его своим синглом потому что у этого растения огромнейший цветок по сравнению с его розеткой. Розетка очень маленькая, цветонос по сравнению с ней, вернее цветок очень большой. Заканчивая то видео, я сказала, что мы будем наблюдать за развитием этого растения, как оно будет развиваться в дальнейшем. И после этого я, конечно же, читала ваши комментарии. Вы знаете, как я люблю читать ваши комментарии. В них столько всего интересного, начиная от ваших историй, заканчивая какими-либо предложениями по ходу видео. И здесь мне предлагали многое, предлагали эти все растения разделить, потому что часто их у садовников перекармливают, и это признак перекорма. Я, друзья, к этим советам не прислушалась. Я оставила растения как есть. И вместо этой очередной розетки, которая процвела цветоносом из точки роста, растение выпустило две взамен. Эти две розетки развивались очень странно. Сначала первые листики были такими маленькими, буквально по 2 см в длину, но в дальнейшем листики стали укрупняться. И когда у обеих розеточек стало по 3 листа, обе эти розетки выпустили по цветоносу. Таким образом, на этом крошечном и миниатюрном растении появилось два цветоноса. Друзья, два цветоноса и оба не из точек роста. Они вышли из пазух под листьями. Это победа, думала я. А возможно и нет. Мы посмотрим, как будет развиваться растение дальше. Но на данный момент у него два цветоноса. На одном цветоносе три цветка, на втором цветоносе два цветка. И с учетом того, что это цветы диаметром 9-10 см, это смотрится просто восхитительно и великолепно. А исходя из того, что оба эти цветоноса формировались в жару, то они еще и совершенно другой расцветки. То есть, расцветка очень сильно отличается от той, которая была при получении и от той, которая цвела все эти два года. Друзья, а вот перед вами еще один объект исследования. Это растение, а точнее его листья я обрабатывала неразбавленным соком алоэ. Именно так, как сказали в комментариях, что после такой обработки листья желтеют и отсыхают. В комментариях ни один человек согласился также обработать свои листья растений. Я обработала в тот же день. И вот посмотрите, каков был результат. Совершенно неожиданный. Я обработала листья фаленопса Чея Ян Лин. И что произошло? Фаленопсис в тот момент зацветал. Сразу скажу, что с листьями совершенно ничего не случилось. Они как были зелеными, свежими и красивыми, так такими и остались. Но вот что произошло с цветами. Да-да, друзья, растение начинало зацветать. Я очень сильно рисковала. Ведь неизвестно было, как оно отреагирует на неразбавленный сок алоэ на те листья, которые не укладывались в холодильник на выдержку. Просто совершенно свежий сок алоэ. Так вот, друзья, реакция была следующей. Это растение вместо одного бутона, который должен был распуститься за одну ночь, распустило сразу несколько. Несколько цветов на двух цветоносах. И это было интересно, великолепно и в то же время настораживало. Почему? Да потому что она распустила эти бутоны, не дорастив их до полного размера. То есть распустила сразу маленькими. И это меня не совсем устроило. И я подумала, что, скорее всего, на зацветающих растениях никаких экспериментов с алоэ. И я больше проводить не буду. Потому что я хочу, чтобы размер цветка был полным. То есть полноразмерным. Если положено 5 сантиметров, пусть будет 5, а не меньше. Но в этом случае, друзья, все обошлось как нельзя лучше. Потому что в дальнейшем растение свои цветочки дорастило до полной формы и до полного размера. Друзья, я знаю, что многие продолжают экспериментировать с алоэ. Пожалуйста, пишите о своих результатах в комментариях. Многим будет интересно об этом почитать. А мне и подавно. И вот, друзья, на ваших экранах следующий результат. Результат пересадки. Не так давно на канале вышло видео о пересадке растения, которое порвало корневой системой свой горшок. И горшок-то был прочный. Но корневая система оказалась еще успешнее. Ей удалось разорвать этот горшок. Растение несколько лет росло у меня во мху. Корневая система была шикарной. Вы можете посмотреть об этом видео. И вот прошло совершенно немного времени после выхода того видео. И мы можем посмотреть, что стало с этим растением. Удалось ли ему адаптироваться. Совершенно измененной посадки. Ведь я меняла его субстрат. Меняла сам ха, в котором растение росло несколько лет. На кору, которая совершенно была не подготовлена. То есть обыкновенные, сухие и пластинчатые кусочки коры. И вот вуаля, растение уже сегодня. И вы можете видеть, как оно изменилось буквально за две недели. Вы посмотрите, как вырос лист. Растение даже не почувствовало пересадки. Но ведь это удивительно. Как многие жалуются, что им не удается адаптировать растение при пересадке из-за мха в кору. У меня все получилось. Растение даже не поняло, почему и что у него в жизни изменилось. Почему это произошло? Да потому что я правильно поливала растение все это время. Я чаще поливала это растение. Потому что на момент пересадки растение было в активной фазе развития. У него рос лист. У него была активна корневая система. И поэтому ничего другого я растению предлагать не стала. Я каждый день, практически каждый день его поливала. И растение не почувствовало, что у него изменилась среда произрастания. Что корневая система стала чувствовать себя ущербной. Перейдя из одной системы посадки в другую. То есть из-за мха в кору. И вы посмотрите, от шеи растения растут новые корни. Их несколько. И кроме того, корневая система внутри посадки полностью пробудилась. И она стала прорастать никуда иначе, как в то самое кокосовое волокно, которое я устелила на дно посадки. В общем, друзья, если интересно, смотрите то видео и потом переходите к результату. То есть к этому новому видео. Результат ошеломляющий. Мне нравится. Кроме того, в комментариях писали, что растение не любит кокосовое волокно. Что вся корневая система устраняется и убегает от него. Ничего подобного сказать не могу. Все прекрасно растет в кокос. Цветонос прекрасно, великолепно подходит кокосовое волокно для корневой системы фаленопсисов. А вот, друзья, на ваших экранах еще одно экспериментальное растение. В чем заключался эксперимент? Я формировала цветонос. Посмотрите, как я это делаю. Для того, чтобы цветы не сбивались в кучу и не заслоняли друг от друга, я развожу ответвление от цветоноса в разные стороны. Для того, чтобы шапка цветов, когда все это богатство распустится, была невероятно пышной, объемной и красивой. Вот так, на такие проволочки я растягиваю ответвление от основного цветоноса. Сейчас это видно хорошо. Эти кадры, наверное, в дальнейшем я буду использовать, когда буду создавать новые видео о формировании цветоносов, но вам сейчас покажу. Для чего покажу? Да потому, что у многих сейчас только начинают появляться цветоносы. И вот такие заботы. И хлопоты у всех еще только впереди. А у меня уже все это происходит. И я хочу вас предостеречь. Вот, друзья, на такой стадии развития цветоноса не надо его переставлять из комнаты в комнату. То есть, менять направление развития этого цветоноса. Почему? Да потому, что потом они станут кривими. Вот, посмотрите как. Растение начало зацветать. И я захотела перенести его поближе к себе. И изменила направление падающего светового потока на растение. И что мы можем видеть? То, что все, абсолютно все ответвления повернулись по направлению к новому источнику света. И они стали кривиться. Как мне это не нравится. Как мне хочется, чтобы все смотрело в одном и правильном направлении вперед. И поэтому я, скорее всего, перенесу растение обратно на то самое место, где оно начало формировать эти правильные, ровные и красивые цветоносы. Вот без вот этих крючкообразных ответвлений. Мне это вообще не нравится. Поэтому, друзья, если вдруг ваше растение заложило такое огромное количество бутонов на нескольких ответвлениях и на основном цветоносе, чтобы не получилось вот такой неприглядной картины, не переносите на этой стадии развития растения его с комнаты в комнату. Не меняйте ему источник или направление источника света. Вот такие дела. Друзья, сейчас я отвечу на вопрос, адресованный не мне. Тем не менее, когда я увидела этот вопрос, заданный еще три недели назад на одном из каналов, на который моему зрителю, моей подписчице не ответили, я решила восстановить справедливость. И написала там же в комментариях, Елена, смотрю, вам здесь не ответили уже три недели. Я специально для вас покажу это растение в ближайшем видео. Цвет очень красивый, и он меняется. Меняется от освещения. И красный бывает, и коралловый. Обалденный цвет. Друзья, я нашла название своего растения. Это Биглипсанкист. Очень красивое растение азиатского происхождения. Я его покупала целых два года назад во Мху. И это растение за это время ни разу не цвело. И вот это первое домашнее цветение. Почему не показывала? Потому что не привыкла показывать простые цветения. Не шикарные, не пышные. Но здесь, здесь, друзья, все решает цвет. Вот сейчас вы видите это растение в лучах закатного солнца. Отраженный. Свет от здания напротив. Посмотрите, какой красивый, какой солнечный, какой яркий. И красно-кирпичный цвет. Очень красивый. И сейчас у вас будет возможность увидеть, как изменится этот цвет, когда солнце скроется за зданием. И отраженных лучей солнца не будет. Цвет станет несколько другим. Взгляните. Вот момент этот настал. И посмотрите, какой цвет. Теплые оттенки ушли. И остались холодные, синие, сиреневые оттенки. И посмотрите. А вот это же самое растение в вечернее время вообще без солнца. И посмотрите, насколько другим становится цвет. Вообще какой-то сливовый. Ну, необыкновенно красивый, матовый. Мне очень нравится в любых вариантах его цветения. И так, друзья, Big Lip Sanctist. Если у кого-то нет, я не знаю, продаются ли они теперь, спустя 2 года. Но, тем не менее, и такое растение в моей коллекции есть. И еще выполнение одной просьбы из комментариев. Я знаю, что очень многим понравился мой пениф. И я знаю, что не у многих это растение цветет именно так, как у меня. То есть в той же самой цветовой гамме. И вот, друзья, у меня начинает распускаться новый цветонос на пенифе. И посмотрите, тот же самый яркий, сочный, насыщенный цвет. Вот с такой интересной и замысловатой формой цветка. Конечно же, я покажу вам это растение в полном распуске. А пока, пока мы можем насладиться цветением единственного, но уже такого прекрасного цветка. А вот, друзья, еще одна просьба из комментариев. Это летнее цветение дендробиума бериода для Татьяны. Татьяна, смотри. Вот так цветут кейки, отсаженные в прошлом году, летом, от дендробиума бериода. И вот ровно через год летом эти кейки, посаженные в разные посадки, в разные горшочки, все зацвели. Вот такое чудесное, радостное и ароматное цветение. Это растение пахнет медом необыкновенно, приятно, сладко и просто восхитительно. А вот, друзья, информация для тех, кто ждет отдельное видео о фаленопсисе Голд Став. Друзья, посмотрите еще совсем чуть-чуть, еще совсем немного, и это растение будет в полном распуске. И тогда я обязательно сделаю о нем видео. Ведь очень многие не могут найти к этому фаленопсису подход, не могут зацвести его пышно и красиво. У меня получилось, мне удалось, и я обязательно расскажу вам все об этом растении с момента его получения и до момента его последнего цветения. То есть до сегодняшних дней. Действительно, растение великолепное, ну буквально еще, наверное, 10 бутонов осталось ему распуститься на основном цветоносе и ответвлениях. И я обязательно вам его покажу, не сомневайтесь. А вот, друзья, красота для тех, кто ждет цветение Лека Фантастик. Да-да, вот пришло время, и это новый результат, новый цветонос и новое цветение красавца Лека Фантастик. Или красавицы. Это не имеет значения. Главное, что процесс пошел. Главное, что бутоны распускаются. И это новое чудо. Ожидание чуда и само чудо. Это прекрасно. Цветение, как всегда, великолепно, необыкновенно, красивые тона в расцветке этого шедеврального цветка. А вот еще одна яркость. Вот иначе не скажу яркость яркая. Это новое цветение Палинопсиса Фронтера. Как ее в народе только не называют. И все ласкательно. Многим она нравится. В этот раз цветок необыкновенно крупный. Больше 10 сантиметров. Я от нее такого пыла не ожидала. Но вот такое яркое и крупноцветковое цветение. Скажите красиво. А вот еще одна возможность полюбоваться шикарным цветением нашей Феррары. Видео набрало, как ни странно, очень мало просмотров. И это казалось мне странным. Ведь так много зрителей просили показать это растение и рассказать об этом сорте. Тем не менее, видео посмотрели немногие. Жалко? Ну, что поделать. Тем не менее, Феррара цветет необыкновенно красиво. Тот яркий и сладкий аромат постепенно уходит. И остается только простой травянистый запах. Тем не менее, растение шикарно. Ни с секунды не пожалела, что приобрела ее себе в коллекцию Феррара. Чудесно! Друзья, завершать видео буду невероятно красивущим цветением каменной розы. Напоминаю, что это цветение на 16 красивенных цветов. Цветение вторичное, то есть на обрезанном цветоносе. Пробудилось две ждущие пучки. И вот такое невероятно пышное и красивое цветение. Необыкновенно красивая форма цветка в виде чашечки. И даже аромат, который я почувствовала в этот раз впервые. Друзья, у кого нет каменной розы, кто еще сомневается в ее приобретении? Друзья, ну посмотрите, посмотрите, какое это чудо. Просто необыкновенно чудесное чудо. И вот на этом солнечном и невероятно красивом цветении я буду завершать свой сегодняшний рассказ. И хочу попросить вас, как всегда, если было интересно, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.